Здравствуйте! С вами Наталья Николаевна. Мы начинаем изучение новой главы технологии животноводства. Тема урока, а она рассчитана на два урока, основные технологии животноводства. Вы узнаете, какие существуют технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. И научитесь анализировать технологии, связанные с использованием животных. Самым важным для человека технологиями преобразования животных организмов являются технологии получения продукции молока, мяса, яиц, шерсти, кожи. Все виды животноводческой продукции производят по определенным технологиям. Название одной из основных профессий сельского хозяйства, которое связано с разведением сельскохозяйственных животных. Зоотехник. Происходит от слова зоотехния, что в переводе с латинского языка означает технология живых машин. Что понимают под технологией получения животноводческой продукции? Из каких элементов и технологических процессов эта технология состоит? Давайте рассмотрим это на примере. Предположим, что ваша семья решила держать кур, чтобы получать от них яйца и мясо. Что для этого необходимо? Из чего начать? Прежде всего потребуется помещение для содержания кур. Оно может быть новым или переоборудованным. Только после этого можно приобретать цыплят. До приобретения цыплят следует узнать, как за ними ухаживать, кормить, поддерживать чистоту в помещении, убирать помет, остатки корма, менять воду в поилках, уточнить, какие потребуются оборудование и инвентарь, кормушки, поилки, скребки. В первые дни жизни цыплятам необходима повышенная температура воздуха. Поэтому следует позаботиться об источниках их обогрева. Выполнив эти условия, вы обеспечите содержание своих животных. Цыплят надо часто кормить, а корма следует подготавливать. В первые недели жизни цыплят кормят дробленым зерном кашами. Кормление это важнейший элемент технологии животноводства. Цыплята могут заболеть или травмировать друг друга в драках. Поэтому придется обрабатывать их рамки, проводить профилактику заболеваний, добавляя в корма витамины или специальную вакцину. Это называют ветеринарной защитой животных. На небольших домашних фермах это делают их хозяева, а на крупных птицефабриках это входит в обязанности ветеринаров. Когда цыплята станут взрослыми курами, хозяевам возможно захочется, чтобы птицы стало больше. Для этого понадобится заняться размножением птиц, положить под наседку или в инкубатор снесенные курами яйца, чтобы из них появились новые цыплята. Рассмотренные этапы технологии производства сельскохозяйственной продукции должны завершаться этапом получения продукции, например, сбором яиц. На домашней ферме яйца собирают вручную, а на птицефабриках для этого применят специальные технологии, которые обеспечивают сбор сотен тысяч яиц. Термин технология часто связывают с крупными предприятиями, животноводческими комплексами, птицефабриками. Но независимо от размера фермы, технология производства продукции включает в себя все основные элементы. Содержание, кормление, ветеринарную защиту, размножение животных и получение продукции. Каждый элемент технологии животноводства состоит из отдельных технологических процессов. Например, кормление животных состоит из технологических процессов составления рационов, заготовки кормов, их подготовки к скармливанию, раздачи животным. И каждый из этих процессов тоже может включать в себя более мелкие процессы. Заготовка кормов для коров включает в себя скашивание кормовых растений, их сушку на сено, укладывание в стога или хранение в силосной янь. Животноводством обычно называют технологии получения продуктов питания и сырья для промышленности. Но к животноводству можно отнести технологии выращивания и разведения служебных собак, декоративных домашних животных. В этих технологиях человек воздействует на животных, чтобы удовлетворить свои потребности. Технологии воздействия на животных состоят из обязательных элементов содержания, кормления, ветеринарной защиты, размножения. Итак, давайте с вами подведем итог. Можно сказать, что животноводство это совокупность технологий воздействия на организм животных с целью их преобразования для удовлетворения различных потребностей человека. Домашнее задание. Параграф 12.1. Вам нужно ответить на вопрос номер 2, который находится на странице 173. Ответ прислать на электронную почту, которую вы видите на слайде. Или удобным вам способом. Желаю успехов. Спасибо за внимание. Здоровья вам и вашим близким.